Здравствуйте! С вами Ангелина Губайдулина. Мы продолжаем цикл программ под названием «История. Дорога. Времени». Какие события происходили в Березово, маленьком северном городке с большой историей? Как менялась жизнь и почему мы живем сегодня именно так? Многих, участвовавших в создании истории нашего края, уже нет. Однако есть еще те, кто помнит события ушедших, к примеру, 90-х. Наш очередной выпуск посвящен замечательному празднику, «Проводы русской зимы». Перефразировав известную пословицу, можно сказать, «Какой русский не любит праздники?» Часть из них мы привыкли отмечать с детства, другие стали значимыми датами уже в более зрелом возрасте. Давайте вспомним, как это было, усаживайтесь поудобнее, и поверьте, это будут приятные воспоминания. Издавна праздник назывался «Проводы русской зимы. Здравствуй, Масленица». Сравнительно недавно в Березово начали отмечать именно Масленицу, которая символизирует собой «Проводы зимы» и «Встречу весны», «Проводы старого года» и «Встречу нового», дарящего хороший урожай, благополучие и счастье. Примерно лет 20 назад особенно широко отмечали именно «Проводы русской зимы». Это четвертый день Масленицы, именуемый еще как «Разгуляй». В этот день каждый житель от души старался помочь прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Все традиции подразумевали наличие массовых гуляний и праздничные яства. При этом такие мероприятия носили особенный характер и состояли из разнообразных конкурсов, а сопровождалась всей этой ярмаркой. Первыми появлялись скоморохи, которые пели песни и озорные частушки, веселили народ и проводили различные состязания. А вот и я, уважаемая публика! Вы доживали свои публики? Тогда спешите к нам! Собирайтесь, люди! Здесь торговля будет! Давай, отпускаемся только, делайте, но улыбаемся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Один из самых популярных аттракционов среди мужчин был так называемый «Ледяной столб», на макушке которого были размещены призы и подарки. Он вызывал восторг у множества людей. Смысл этого мероприятия заключался в том, чтобы человек без посторонней помощи попытался покорить вершину. Некоторым это удавалось, и они получали заветную награду. Другие же, менее физически подготовленные, оставались ни с чем. Забраться на «Ледяной столб» было достаточно сложно, но во все времена находились мечики, которые с большим энтузиазмом пытались совершить подъемы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Тройка с бубенцами Песни и звуки гармошек, цветастые шари, тулупы, свист ветра в ушах и раскраснившиеся довольные лица. Сколько всего веселого и интересного происходило в этот день! Сейчас это можно вспомнить лишь из кадров нашего архива. А вы только посмотрите на эти довольные лица, румяные щеки и артистичные номера. Люди уходили от всех своих домашних забот и хлопот, и этот праздник для них был своего плана отдушиной. Это лишь малая часть того примера, как хорошо отдыхали наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Перетягивание каната, метание снежков в цель, катание с горки, соревнования на ловкость, силу и умение. А какие театральные представления происходили на сцене? В городе осень, и дождь и святка, ну как так не плакать, как так не плакать? Как тут все зимы, с ресниц не капать во тьме? Как тут все зимы, с ресниц не капать во тьме? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и, конечно же, главный ритуал – это сожжение чучела прощания зимой. Это был важный обряд. Считалось, что много веков назад через жертвоприношение люди могли избавиться от всех своих проблем и невзгод. И считалось, что в одночасье все люди прощались со своими болезнями. Играет музыка. Играет музыка. Наверное, кто-то из этой программы узнал себя, своих близких, родных, друзей. Ведь знание истории помогает людям вспомнить прошлое, прочувствовать те эмоции, ту жизнь, когда люди были более добры друг другу и ценили каждый миг. И все мелкие неприятности чаще всего оставались незамеченными. Как часто мы не замечаем происходящего вокруг нас и, прежде всего, мелочей, которые создают нам сегодняшний день. Мы всегда куда-то спешим – в школу, на работу, в магазин. А самое главное – мы спешим жить. Поверьте, важно жить здесь, сейчас и сегодня. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»